МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Новости на телеканале ИТВ в студии Марина Павлова. Наши журналисты уже подготовили для вас информационную картину этого дня. Государственный совет прошло две политические силы. Не было таких навжений, которые хоть каким-то образом ставили бы по сомнению общий итог, общий результат проведенных на них выборов. Появки на выборы Севастополь лидируют среди городов федерального значения, субъектов Российской Федерации. На сегодняшний момент, на это время, обстановка плановая, без соверов. В избирательной комиссии Крыма сегодня озвучили предварительные итоги голосования на выборах 14 сентября. Под данным обработки, больше 50% протоколов в Государственный совет Республики Крым проходят две политические силы, заявил глава избиркома Республики Михаил Малышев. Партия «Единая Россия» набрала чуть больше 70% голосов избирателей. ЛДПР – 8,2%. Остальные партии не смогли преодолеть 5-процентный барьер и не прошли. Похожая картина и с предварительными итогами выборов в Симферопольский городской совет. Правда, туда еще попала партия КПРФ. Михаил Малышев отметил, что в целом выборы прошли относительно спокойно, а все нарушения, которые фиксировали на участках, назвал просто недочетами. Жалобы они все рассматривают. По работе ряда участковых комиссий у избирательной комиссии Крыма и участковых, и отдельных территориальных будут определенные претензии. Были недочеты, которые мы видим, которые мы будем учитывать. Но сразу же хочу подчеркнуть, что ни на одном участке, ни в одной территориальной комиссии не было таких нарушений, которые хоть каким-то образом ставили бы по сомнению общий итог, общий результат проведенных на них выборов. 14 сентября, в единый день голосования, который прошел по всей России, севастопольцы приняли полноправное участие в выборах, проявив немалую по российским меркам активность. В городе Герои проголосовало почти 48,5% от общего числа зарегистрированных избирателей, что существенно превышает явку в городах федерального значения Москва и Санкт-Петербург. Ровно в 8 в Севастополе 14 сентября открылся 191 избирательный участок. Кроме депутатов, в муниципальное образование севастопольцы избирали 24 в законодательное собрание. 16 кандидатов должно было пройти по спискам и 8 по мажоритарным округам. В течение всего дня в информационном центре городской избирательной комиссии на пресс-конференциях председатель Горизбиркома отчитывался о ходе голосования. Еще утром сохранялась угроза отключения электроэнергии и связи. Основная задача – это обеспечить на сегодняшний момент проведение выборов, меры безопасности и соблюдение действующего законодательства. Это я хотел бы еще раз обратиться ко всем севастопольцам. Все, что касается правоохранительных органов, все, что касается органов исполнительной власти, все, что касается технической стороны, вопроса сделано. В 20.00 избирательные участки закрылись и комиссии приступили к подсчету голосов. Нарушение, по словам председателя Горизбиркома, не зафиксировано. Провокацию удалось избежать. Явка по городу составила чуть более 47%. По результатам обработки – 65% протоколов. По предварительным данным в полдень итоги следующие. Партия «Единая Россия» набрала 76,69%. Либерально-демократическая партия «Россия» набрала 7,36%. Ну и на 5% необходимых пока нет претендентов КПРФ – 3,81%. Все 8 мест по мажоритарным округам с большим перевесом выиграли кандидаты от политической партии «Единая Россия». Озвучил предварительные результаты председатель Горизбиркома Валерий Медведев. Из 24 мандатов на данном этапе 23 будет вручено представителям партии «Единая Россия» и один мандат ЛДПР. Окончательные результаты будут опубликованы в средствах массовой информации после официального подведения итогов. Ранее сообщалось, предварительная сессия вновь избранных депутатов законодательного собрания намечена на 18 сентября. Анна Малышко, Максим Чикин, Севинформбюро, специально для ИТВ. Вы смотрите наши новости, не переключайтесь. Спецбордом в Москву и Санкт-Петербург спасены жизни молодого мужчины и новорожденной девочки. В Крым с гастролями приехал в Маттищинский театр «Кукол» «Огниво». Я сделаю все возможное, чтобы порадовать зрителя вашего. Из Симферополя вылетел спецборд МЧС России Ан-148. Его цель – доставить двух пациентов в лечебные учреждения Москвы и Санкт-Петербурга. 33-летний симферополец и новорожденная девочка из Севастополя на грани жизни и смерти. Им срочно требуется оперативное вмешательство. В Крым специально для подготовки пациентов к транспортировке прибыли специалисты федеральных медицинских учреждений. В полете пациентов сопровождали доктора-реаниматологи, сотрудники отряда Центра спас МЧС России и родители. На борту самолета специальное оборудование, позволяющее перевозить как самых маленьких, так и взрослых больных. Оно помогает поддерживать нормальное функционирование организма при перелете. Дипломант Национальной театральной премии «Золотая маска», обладатель 17-ти Гран-при, в Крым на гастроли приехал один из ведущих российских театров «Кукол» «Огниво». Более ста раз мытищинский театр «Кукол» показывал свое искусство на различных международных фестивалях. Однажды был и в Крыму, но в российском впервые. На эти гастроли для маленьких зрителей артисты привезли русскую народную сказку по щучьему велению. Щуку и других «Кукол» смогут увидеть жители и гости Симферополя и Севастополя. Мы открываем юбилейный 75-й театральный сезон Крымского академического театра «Кукол». И вот с гастролями едут самые главные субъекты Российской Федерации. И сегодня мы встречаем театр «Огниво», мытищинский театр «Огниво» в Республике Крым в составе Российской Федерации, что втройне отрадно. Сегодня мытищинский театр «Кукол» открыл свои гастроли на полуострове. Его художественный руководитель Станислав Железкин отметил, что крымские дети очень внимательно следят за всеми событиями на сцене. В этом заслуга крымских коллег. Именно они с малых лет прививают дошкольникам любовь к искусству. Оба театра в будущем продолжат сотрудничество. Удивительные чуткие дети, удивительные взрослые. Поэтому если когда-нибудь я приеду ставить сюда спектакль, трудно говорить, получится ли не получится. Всегда мы творческие люди, да. Но я сделаю все возможное, чтобы порадовать зрителя вашего. Артисты мытищинского театра «Кукол» за время гастролей покажут пять спектаклей в крымской столице и один в Севастополе. Их визит в Крым – результат федеральной целевой программы развития театров для детей и юношества Российской Федерации. Татьяна Хэнкота, Иван Ковалев, Служба новостей и ТВ. Воссоздать за неделю целый мир в Севастополе на Федюкиных высотах прошел первый Крымский военно-исторический фестиваль. Пятый день реконструкции посвящен Великой Отечественной войне. Зрителям представили сразу два эпизода обороны и освобождения Севастополя. Крымский фестиваль войдет в тройку крупнейших исторических фестивалей России и, возможно, по популярности обойдет подобные мероприятия в Бородино и в Калининграде, считает министр культуры Владимир Мединский. Подобные площадки одномоментно исполняют несколько функций, повышают туристическую привлекательность региона и помогают в деле военно-патриотического воспитания молодежи. Это незабываемое впечатление для всех, особенно для молодежи. Конечно, это гораздо сильнее и ярче, чем любой самый лучший учебник истории. Это живая история. Поэтому пропагандистский, образовательный, исследовательский элемент данных фестивалей – это вторая задача, которую мы решаем. В фестивале приняли участие представители военно-исторических обществ со всей страны. В будущем Крымский военно-исторический фестиваль получит постоянную прописку на Федюкиных высотах. Такова была информационная картина этого дня. Звоните нам и пишите на сайт. А сейчас не пропустите новости спорта, которые для вас подготовил Тарас Брезицкий. Более 40 пилотов из России и Украины выступили в третьем этапе чемпионата Крыма по картингу. Растем от гонки к гонке. Все лучше и лучше. Больше людей готовятся, больше людей доезжают, будем так говорить. Даже в это непростое время, которое у нас есть. Соревнование проходило в восьми классах. Самая престижная считается победа в категориях Формула А и Формула С. В них карты самые быстрые. Их двигатели без коробки передач, что требует от участников повышенной концентрации. Выиграл в классе Формула А Григорий Федотов. Этот спортсмен выступил также в классах кадет и юноши. Причем в последнем также завоевал золотую медаль. У меня был соперник, Сидоренко Артем. У меня было все хорошо, достроен двигатель, но я ушел. Формула С самый опасный раздел. Карты, участвующие в нем, способны развивать скорость до двух сотен километров в час. Сотню и вовсе набирают за четыре секунды. Победу над остальными экстремалами одержал Максим Паскухов, пилотировавший 77-й карт. Выиграл чемпион по собственному признанию без особых проблем. Ведь этот заезд стал для него первым в нынешнем году. Мы выехали просто первый раз за сезон проверить машину, посмотреть, есть все для работы. Среди представительниц прекрасного пола не нашлось равных Екатерине Федоровой. Эта гонщица быстрее всех преодолела свою дистанцию в классах «Пионер-Н» и «Пионер-Стандарт». Обладательницей двух наград «Золото» и «Бронзы» стала маленькая спортсменка Ольга Романова. В классе «Кадет» не нашлось равных пилоту 91-го карта Никите Усенко. Евгений Богданов в этой же категории поднялся на вторую ступень в виде стала. Уже второй раз в сентябре ялтинцы стали свидетелями яркого боевого шоу. Вслед за мемориалом Аметхан Султана по боксу городская набережная приняла еще один престижный международный турнир – чемпионат Евразии по профессиональному самбо. За чемпионские пояса бороли 70 спортсменов из разных уголков континента. Но не только титулы стояли на кону в розыгрыше. Хорошим стимулом для соперников был и главный приз турнира. Лучший боец получал в подарок квартиру в Ялте. Чтобы пройти в финал участники выдержали серьезный квалификационный барьер. В ринге прошли 15 отборочных поединков. Одним из обладателей жилья на южном побережье Крыма стал лев Дагестана Ярослав Амосов. Он одержал победу в весовой категории 82 килограмма. Удушающий прием чемпиона оказался сокрушительным для его противника Шамиля Завурова. Теперь жить в Ялте может и Магомед Расул Хасбулаев. Также из Дагестана он оказался сильнейшим в весе 74 килограмма. В финальном бою этот спортсмен одолел киевлянина Дмитрия Порубченко. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok